Продолжение следует... Потому что тема, в общем, несколько шире, чем возможности человеческого воображения. Да, Рим – это всё-таки настолько многообразная, настолько сложная. И давайте я тоже вслед за ведущим употреблю слово «заезженная тема», что с какого боку к ней подходить. А у нас, ну я так полагаю, что минут сорок, может быть, чуть больше на то, чтобы я что-то рассказал. Потому что нужно же потом ещё и поговорить, и на вопросы ответить, и так далее. Поэтому я из этой всей необъятной темы попробую выйти через какие-то такие важные особенности именно римские по сравнению с другими городами. Да, вот у меня личный опыт с Римом связанный есть, вот какого рода. Я, как нормальный советский человек, впервые попался к границу уже в довольно подрощенном состоянии. В возрасте 29 лет, уже закончив Академию художества, первое место, которое я увидел за пределами Советского Союза, был именно Рим. Ну, в общем, это как у птенца, курочки или уточки, знаете, им принято. Бывает, первое, что увидел, то и мама, да, затем и ходит. Вот тут в моём случае Рим вот эту роль и сыграл. И я как-то очень остро думал, в чём же такая грандиозная противоположность Рима и Петербурга. И вот, собственно, с этого я, наверное, и начну, потому что в чём-то же они, наверное, и похожи, ну, в обилии, скажем, классических зданий, в градостроительных каких-то вещах. Однако есть острейшая противоположность, связанная с тем, что Петербург, как Достоевский его определил, город умышленный во всем богатстве и сложности этого термина, да, а применительно к архитектуре, собственно, это означает то, что Петербург был по единому практически волей одного человека создан, действительно, да, и сформировался на протяжении полутора столетий практически исчерпывающим образом, да, то есть как часть единого процесса развития, когда не было небольших перерывов, никаких-то слишком сильных переломов, когда с 1730-х по 1840-е годы практически город состоялся, да, то есть весь его скелет, вся вот эта вот несущая система площадей, улиц, главных памятников, так сказать, всего этого было сделано, потом она уже обрастала мышцами и мясом вот этого эклектического, значит, доходного строительства конца XIX века, и дальше что бы в XX веке ни происходило, это все равно это состоявшийся, единым образом сделанный город с преемственностью постоянной, видимой от одного поколения до другого, и вот эти даже мелкая стилистическая разница, которая была, она все равно в рамках какого-то одного процесса. В то время как Рим, ну вот я в свое время как-то про Москву этот же термин употреблял, это полимпсест буквальный, не знаю, надо ли напоминать, что это такое, когда, так сказать, на листе пергамента соскребали то, что, так сказать, было написано раньше, писали новое и по причине драгоценности этого материала, да, ну вот Рим это такое, или если архитекторам до компьютерной эпохи, это можно как несколько калек, наложенных друг на друга с самыми разными планами, да, а нынешнему компьютерному архитектору можно будет сказать, что это слои просто в автокадовском, например, чертеже, которые то включаются, то отключаются разные, да, и это разные совершенно города. Античный Рим, это одна история, Рим средневековый, это следующая история, Рим ренессансный, важный, очень большой, отдельный город, самый пышный и бросающийся в глаза сначала, это Рим барочный, папский, ну и с какими-то вкраплениями, скажем, начала 20 века и досадными вкраплениями более поздними, да, то есть получается, что это несколько городов, каждый из которых жив, и каждый из которых просвечивает друг сквозь друга, и как-то они взаимодействуют. И вот это очень такая сложная структура, она для Рима и характерная, она его и формирует. И вот мне кажется, что что-то такое, чтобы нам в рассуждении попытаться вместе на эту тему понять, может быть, попробовать проследить, как остатки античного Рима всплывают, так сказать, и прорастают сквозь ту ткань, которая наложилась потом, и как все это взаимодействует, что с этим происходит. Вот если хотя бы на нескольких примерах нам это удастся посмотреть, то будет интересно, какой у нас сегодня для этого есть инструментарий. Ну вот по поводу древнего города есть совершенно прекрасная такая штука, как находящийся в музее римской цивилизации, изготовленный к несостоявшейся всемирной выставке, огромный. Сейчас чуть-чуть тут техника, чуть-чуть нас может подводить, но давайте это... Я заранее за это прошу прощения. Сейчас вот... Видите, в музее римской цивилизации в Юре стоит вот такой грандиозный макет. Это макет античного Рима в момент его наивысшего развития и наибольшей проявленности. Да, это некий, так сказать, такой образ Рима примерно первой половины IV века от Рождества Христова. То есть как раз это финальная часть развития античного города. Это прекрасный макет, но он довольно корректный, точный, очень наглядный в рамках тех представлений, которые были в 1930-х годах. Ну какие-то мелкие ошибки есть, но есть еще одна интересная особенность. То, что здесь некая есть идеализированная составляющая, потому что все узнаваемые памятники здесь приведены тоже в момент, так сказать, их наибольшего развития и наибольшей, можно сказать, архитектурной проявленности. Поэтому такого города, как на этом макете, тоже, в общем, никогда не существовало на самом деле. Хотя в целом это трудно заметить. Но, например, к моменту, когда были построены, скажем, базилика Максенса и прочие на рубеже III-IV веков нашей эры сооружения, скажем, форум Юлия Цезаря выглядел совершенно не так, как он здесь воспроизведен и как он выглядел, так сказать, когда Цезарь его строил и Троян потом реконструировал. Но, тем не менее, вот такой образ античного города целостный этот макет прекрасно нам показывает. А про современный город у нас есть еще, пожалуй, даже лучше. Я горячо рекомендую такую штуку, как, в общем, широко всем известный. Вот этот вот бесплатный сервис Google Земля, который все мы, наверное, знаем, и где Рим совершенно удивительным образом воспроизведен настолько хорошо и красиво, насколько это только возможно, потому что здесь есть возможность посмотреть на город в том виде, в котором он есть сейчас, в виде великолепного 3D-макета. Я не знаю, многие ли это видели, но вот просто это совершенно удивительный инструмент, который просто, ну вот, архитектор должен в какое-то счастье повергать, мне кажется, потому что просто обратите внимание, насколько это все интересно. И если мы посмотрим, то в Риме, конечно же, есть масса отдельных памятников, которые сохранились хорошо, и такие вот всем прекрасно известные колизеи, который внешне его стена, как наполовину снятая конфетная обертка, видите, вот здесь вот ободрано, обнажая какие-то части. Да, здесь же арка Константина, здесь же рядом прекрасные остатки золотого дома Нерона и вот эти вот торчащие руины терм Трояна. Здесь же, видите, вот внезапно из-под домов, например, виднеется край арены гладиаторской школы, которая рядом с колизеем находится. То есть вот античность, она существует вот в таком странном виде, вроде бы здесь какие-то уже археологически обработанные части форума, полотина. Вот, а есть в очень неявном, неочевидном виде. Видите, вот сверху, если мы вот сюда посмотрим, то по вот этим домам только некое подозрение вызовет такая странная вот эта округлая форма. Но если по фасаду мы сразу с вами увидим, что это знаменитейший театр Марцеллы, видите, который весь пророс в средние века вот таким образом. И есть масса скрытых форм, которые мы так просто даже и с вами, не зная этого, ну вот замечательный пантеон, он стоит на своем месте. В то же время рядом мы видим прекрасную, красивейшую пьяцу Навона, и форма ее тоже заставляет подозревать, что за этим что-то у нас скрывается. И да, действительно, здесь вот эта открытая часть, это, собственно, стадион или стадиум, точнее, императора Домициана. И все окружающие дома построены на фундаментах трибун, которые его окружали. Вот здесь вот эта полукруглая часть, это театр, который здесь же находился. И если продолжать эти изыскания, то такого мы можем увидеть много, если знать, что искать, потому что, видите, вот здесь тоже вот в этих запутанных кварталах Марсового поля Мы видим вот тоже вот такую по кругу идущую улицу, одну и другую, и только археологические раскопки показали, что это, собственно говоря, огромный театр Помпея, на руинах которого вот здесь вот выросли все эти дома. То есть получается, что город, особенно в этих его старых средненьковых частях, он прорастал, он весь стоит на античных остатках. И вот, так сказать, уже теперь я нечаянно перейду в разряд туристического гида. Вот хочу вам сказать, что вот здесь находится довольно неплохой ресторан, собственно, весь интерьер которого находится в субструкциях театра Помпея, где они видны, понимаете? То есть вот такие поразительные случаи, когда куда-то заходишь и оказываешься прямо с улицы, вот в античном интерьере, это тоже возможно. Ну, теперь, если посмотреть опять на вот эту папку, то сейчас я вам попробую теперь эти же места показать, как это выглядело в античности. Видите, вот Колизей, вот та самая гладиаторская школа, часть арены, которую я вам из-под домов торчащую показывал. Вот здесь вот громадный комплекс терм-трояна, от которой остались только вот эти торчащие кирпичные эксидры. Ну, и так далее, и так далее. Вот большой цирк. И, пожалуй, сейчас вот те замечательные театры, которые я показывал, непременно мне нужно будет вам здесь на макете продемонстрировать. Вот, скажем, смотрите, вот это театр Марцелла, а дальше вот в эту сторону вот огромный театр Помпея, который я показывал. И вот сюда, если посмотреть, вот это вот небольшой театр, который называется Театр Бальба. И я его сейчас попробую вам показать. Сейчас, секунду, что-то не нужно. Потому что одна из самых интересных вещей, это как... Как происходила гибель античного города и как он замещался, да? Потому что вот сейчас, собственно, то, о чем я и хотел бы поговорить немножко. Вот. Дело в том, что, ну, вот мы все время, раз здесь, так сказать, вот такая архитектурная повестка, и мы, вот, предислое Владимира было о том, что мы должны понять, как в историческом городе работать, так сказать, что тут можно строить, что нет, как с этим обходиться. Рим здесь чему-то, конечно, учит, потому что, ну, подход... Я сейчас немножко даже от Рима отвлекусь, собственно говоря, что можно в исторической среде делать, что нельзя в ней делать, зависит от, собственно, очень простого обстоятельства. А является ли эта историческая среда ценностью для тех людей, которые живут и которые работают? Потому что это определяет совершенно все. Ведь, ну, скажем, сейчас какую-то злую достаточно вещь я про петербургскую нашу историю скажу. Вот, на самом деле, декларативно абсолютно все на уровне утверждений говорят о том, что вот питерская историческая среда – это большая ценность, нужно ее не разрушить и так далее, и так далее. Но при этом в практике очень редко встречаются такие случаи, когда люди действительно деликатно бы с новым строительством к этому подходили. Потому что бывают у нас такие случаи, когда просто мы видим какое-то обжитие исторических домов, ну, как будто это какая-то геологическая структура, которая непонятно, не читается, ценностей нет, когда сквозь архитектурные элементы, например, просто пропиливается отверстие для того, чтобы сделать вход в какую-нибудь лавку. Ну, скажем, это со сталинскими домами на Петроградке часто происходит. Вот для этого тоже есть грандиозный пример в истории. Это античный город, который вдруг внезапно с упадком и сменой цивилизации в конце 4-го, начале 5-го века просто перестал представлять какую-то ценность для жителей города. И это было связано с упадком. И вот здесь сейчас хорошо видно, что, вот смотрите, это территория того самого театра Бальба, священного участка, который рядом находится, да, и вот такой жилой застройки, которая была, в общем, в конце античности здесь устроена. И вот, смотрите, это поздняя античная реконструкция примерно 5-го, начала 6-го века, когда просто все вот эти вещи при отсутствии поддержки, отсутствии ухода и землетрясениях и пожарах постепенно начинали разрушаться. Потому что ведь как гибнет, в принципе, архитектурное сооружение? Оно гибнет, если оно хорошо по-настоящему построено, и в нем нет собственных изъянов, которые его привели бы к гибели. Тогда оно страдает прежде всего, если это природные причины от пожаров. Причем от пожаров страдают и каменные сооружения тоже, потому что из-за перепадов температуры в конструкции возникает хрупкость, которая потом разрушает. От землетрясений, от наводнений, естественно, то есть все стихийные бедствия и, так сказать, подтачивающая постоянная работа стихии тоже, выветривание и особенно льющаяся с неба вода. Как только система водоотведения разрушается, то сразу же здание начинает страдать, и, в общем, ничего хорошего с ним не происходит. В Петербурге это прекрасно можно было наблюдать буквально недавно, еще на задней стороне конюшен, выходящих на мойку, когда там было видно, что в тех местах, где водосточные трубы отсутствуют, прорезало водяными потоками полностью штукатурку всю до кирпича, и здание разрушалось. То есть здесь вот эти причины, плюс растительность, которая садится на камни и, так сказать, там пускает корни и корнями разрушает начато все. И при этом еще и человеческое небрежение, оно не мешает этим процессам, но человеческая бешеная активность, когда архитектура перестает считаться ценностью и становится просто геологическим ресурсом, как это в IV-V веках в Риме происходило, приводит к тому, что все начинает быстро разрушаться. Потому что, ну какой ресурс? Мрамор. Потому что мрамор очень хорошо пережигается на известь. А известь – это основа для строительного раствора, и если человек строит из кирпича, ему нужен известковый раствор. Мрамор пережигается, пережигаются архитектурные детали, статуи. Все вот это просто варварским образом происходит. Да, и целое производство вот в этой части города были по производству извести из мрамора. Кроме того, одним из важнейших способов разрушения античных конструкций было добыча свинца из сочленений каменной кладки. Потому что, скажем, античная каменная кладка из мрамора или травертина, она делалась без раствора на бронзовых закладных деталях, которые зачеканивались свинцом. И в итоге получалось, что гораздо проще выковырять из стены вот этот свинец, чем добывать его где-то на рудниках. Да, в итоге даже возник такой термин «античная стена». Это каменная стена из блоков, которая покрыта в местах сочленения блоков характерными дырками, выломанными там, где добывался свинец. И поскольку вот эти скрепления ослаблялись, это тоже давало путь для разрушения приземлетрясений. То есть вот так гибла античная архитектура. Вот здесь вот эта стадия. И дальше, смотрите, как... Дальше постепенно видите вот это все. Это такое примерно позднее Средневековье. Вот эта же часть. И последний слайд – это, собственно говоря, уже такой, ну, вот действительно предренессансная ситуация. Видите, вот... И мы здесь... Смотрите, ну, у театра самая узнаваемая форма. Да, и мы видим, каким образом здесь следы вот этих вещей внезапно получались. Да, вот из круглого храма получилась вот такая цилиндрическая форма. Возникли церкви. То есть вот таким образом одна городская ткань полностью оказалась заменена другой через абсолютно равнодушное разрушение того, что было. Вот если обратный... Такой сейчас, секунду, это немножко не то. Обратный путь проделать. Мы увидим, как это постепенно вот так получалось. Да, то есть на самом деле для Рима это чрезвычайно важно. Вот сейчас мы обратно, если... Вот сюда вот перейдем. Вот это, вообще говоря, прекрасная гравюра конца 16-го, рубежа 16-го и 17-го веков архитектора и художника Антонио Тимпеста, который вот этот первый вид Рима с птичевого полета. Вообще отдельная тема это, как Рим отображался в гравюре с 15-го по 18-й век. Это целая отдельная история, потому что ни одного другого города так интенсивно не изображали. Но вот что мы с вами здесь видим, это очень характерная особенность. Дело в том, что античный город, он, конечно же, долгое время развивался без всяких городских стен, но потому что, так сказать, будучи столицей мировой империи, понятно, что идея о том, что должны быть у города, должны быть стены, в первом-втором веке нашей эры звучало бы так же абсурдно, как то, что Петербург нужно крепостной стеной огораживать. Мы не знаем, что у нас через сто лет будет, но вот во второй половине третьего века нашей эры при Аврелиане стены опять появились, и формально получается, что античный Рим ограничен крепостными Аврелиановыми стенами, и вот здесь здесь они как раз хорошо на гравюре видны, но дальше произошла очень странная история. Дело в том, что город, который на пике своего развития насчитывал не меньше полутора миллионов обитателей, к середине 14 века сжался до 30 или 40 тысяч, буквально. То есть это были времена страшного запустения, соответствующие, собственно, авеньонскому пленению пап, когда даже папский престол был из Рима уведен во Францию, и в гигантском здании латеранской базилики, например, на ночь пастухи держали скот, чтобы волки, так сказать, овец не грызли. То есть это вот такая степень была, скажем, падение Рима вот в это позднесредневековое время. И получилась довольно странная история, что вот эта излучина излучина Тибра вот в этом месте, в античности называемое Марсово поле, которое в Риме древнем не было, собственно, даже предназначено для жилья и довольно поздно стало частью города, а скорее это было место такого пригородного отдыха, где стояли храмы, были большие парки, сады и так далее. Вот она оказалась очень-очень тесно застроена и все. И получалось, что Рим, скажем, позднесредневековый или даже ренессансный занимал примерно одну десятую часть территории античного города, а весь остальной город представлял из себя довольно опасные дебри, холмы, руины, болотистые какие-то части, потому что Тибр часто разливался и, так сказать, были и болота, и довольно противные мелкие речки, среди которых, среди кустов и зарослей возвышались гигантские малопредставимого масштаба и даже, так сказать, превосходящее человеческое воображение по своим масштабам руины. Да, вот это то, что, собственно, Рим, ну, скажем, в 15-14-15 веке из себя представлял. И удивительно, что эта пропорция, она почти додержалась до, почти до 19-го века. Вот, поэтому античный Рим с Римом Новым взаимодействовал очень странным образом, когда, с одной стороны, вот этими гигантскими руинами вдохновлялись, их обмеряли, так сказать, с ними соревновались, так сказать, чтобы новое строительство не уступало там, где могли. Да, известно, собственно, фраза, вот она очень важная для этого понимания, как, так сказать, вот в ренессансное время, а как же с историей архитектуры и охраной памятников дело обстояло. С охраной памятников, кстати, было более или менее что-то налажено, потому что в папском государстве при Ватикане была служба, которая занималась сохранением, где это можно и нужно было античных памятников, и Рафаэль даже одно время ее возглавлял. Но это не мешало совершенно при преклонении перед этой архитектурой совершенно варварски к ней относиться и использовать эту античную архитектуру в стиле известного анекдота «возьмем рельсы сзади, положим и поедем дальше». Буквально, потому что, скажем, вплоть до начала 20 века при всем бурном строительстве, которое в Риме с 15 по 20 век происходило, там не было изготовлено ни одного монолитного ствола, колонны из гранита или порфира, потому что достаточно оказалось тех запасов, рухнувших или остававшихся на своих местах античных монолитных стволов для того, чтобы их везде использовать. Если говорить про ренессансную архитектуру, то почти весь Рим конца 16 века был построен из одного колизея. Это тоже буквально так, потому что колизей после нескольких землетрясений, когда примерно половина его периметра рухнула, там оказалось такое количество тревертиновых блоков, что огромное количество зданий просто было построено буквально используя колизей как каменоломню. И, скажем, на рубеже 16-17 века была вполне такая актуальная градостроительная идея о том, что его нужно снести окончательно для того, чтобы, наверное, вместе сделать такой вот пункт, соединяющий несколько основных направлений. вот. И поэтому здесь вот это двойственное отношение к архитектурным памятникам, оно сохранялось, потому что это были вещи чужие, физически их можно было уничтожать одновременно с пониманием того, что на них же нужно было равняться. Вот эта удивительная такая двойственность сознания, она, она, конечно, была многое, разбирали, на что-то просто не хватало денег для того, чтобы это содержать в нужном порядке, что-то рушилось и активно очень эти вещи использовались. Вот та фраза, которую я хотел вам воспроизвести, она очень важная, принадлежит она или приписывается достаточно уверенно архитектору Браманте, одному из величайших ренессансных архитекторов Рима, когда он начинал проектировать собор Святого Петра новый, он сказал, что мы воздвигнем пантеон на своды базилики Максенция. То есть, вот это понимание, во-первых, от чего отталкиваться, берутся самые два крупных, внушительных римских памятника и как в новом христианском Риме, так сказать, сделать нечто такое, что превзойдет древних. Нужно просто мультиплицировать, так сказать, вот одно на другое поставить и сделать. Самое поразительное, что в итоге 150-летних усилий это действительно удалось. Вот. И, пожалуй, я думаю, что здесь я бы хотел сейчас еще показать. в качестве некой иллюстрации к тому, о чем я вам говорил. Я бы хотел через гравюры со 16 по 18 века показать вам, как, собственно, люди, которые вот в этом городе, меняющемся жили, как они воспринимали, что они видели в этих античных руинах и как они воспринимали главные вот эти памятники и то, что вокруг них происходит. Вот. Видите, вот это, наверное, самое раннее, дошедшее до нас гравированное изображение Рима, панорама города это ксилография еще 15 века. Видите, здесь таким достаточно, может быть, наивным архитектурным языком, изобразительным, но показано как раз то, что же видели люди, когда они в 15 веке на Рим смотрели. Да, здесь мы видим городские стены, а и мы видим, в общем, основные архитектурные памятники, которых, конечно, здесь много. мы видим Колизей, упоминавшийся уже театр Марцелла, вот он здесь находится, пантеон, подписанный как Санта-Мария ротонда, видим колонну императора Марка Аврелия, видим городскую стену, видим термы Константина, здесь видим, видим замок Сант-Анджелы, он же мавзолей императора Адриана и еще старый Ватиканский собор, то есть здесь основные маркирующие это место отличительные черты, это все античные памятники, которые вот в таком виде здесь присутствуют. Вот еще одна гравюра, сделанная с того же самого рисунка, причем очень любопытно то, что видимо гравюры здесь были немецкие, которые сидели так сказать там, где издатели эту книгу готовили и сами они Рима не видели, работали с чужого рисунка и для человека живущего в нормальном не средиземноморском климате идея того, что в здании в таком главном и важном наверху должна быть дырка оказалась настолько нестерпимо, что пантеон видите прикрыт крышечкой осторожно вот как как кастрюля цепта вот здесь видите и точно так же орнамент на колоннах там, где мы знаем идут вот эти вот рельефы изображающие эпизоды военные воин Трояна и Марка Аврелия здесь приобрели такой вид просто растительного орнамента вьющегося по колонне ну потому что рисунок был переосмыслен в тех представлениях в которых гравюр находился вот дальнейшая стадия это первая половина 16 века когда римские памятники осмыслялись двояким образом значит были большие вот такие вот выпуски гравюр когда римские памятники аналитически показывались именно как такие пособия для архитекторов так сказать то, с чего нужно брать собственно вот здесь но это это видно даже видите-ка насколько здесь это интересно когда и планы разрез перспективный вот такие вот отдельные элементы вот я специально выбрал колизей для того чтобы показать потому что материал бесчисленный а так мы увидим на примере одного памятника который собственно сердце Рима и главный главный памятник античного Рима пожалуй мы можем увидеть вот реконструкция вот это осмысление такое уже когда существующие полуразрушенные формы узнаваемые вставляются в древние сюжеты а одновременно шла совершенно другая линия и благодаря тем граверам которые вот так эти серии серии видов Рима выпускали мы видим и то как это в действительности все воспринималось видите здесь собственно вот она грандиозная руина Колизея некая активность тут так сказать происходит и на арене и самое наверное трогательное для любого рисующего человека мы видим что как только художник садится обязательно к нему кто-нибудь подходит и начинает или приставать или советовать то есть здесь 16 века совершенно ничего не изменилось вот и вот видите еще вот такие вот виды и конечно мы видим какое впечатление тут просто по даже некоторой преувеличенности масштаба мы видим какое впечатление это грандиозное сооружение и руина производила на художников обратите внимание что никакого города рядом нет сейчас мы же с вами понимаем что Колизей прямо в центре города но поскольку он от Марсового поля все-таки отстоит на некоторое расстояние там ну меньше километра да это было болотистое место ну поскольку мы знаем что Колизей поставлен был в низине на форме искусственного озера которое нейрон вырыл да поэтому там было все заболочено первый ярус зарос практически до середины места были достаточно опасные и вот вот так примерно это все воспринималось видите какая-то часть так сказать были там подземные эти пещеры вот видите это восприятие и состояние античности в Риме 16 века вот здесь видите вот как раз совершенно разбойничьи какие-то происходят действия которые в общем в такой обстановке и понятны потому что видите никаким городом никакой урбанизацией ничем здесь совершенно не пахнет то есть города здесь в это время не было то есть был маленький скученный на треугольнике Марсового поля очень плотный средневековый город и громадные пространства которые были покрыты вот тем что мы сейчас с вами видим вот это уже 17 век в общем здесь пожалуй кроме изобразительных приемов ничего не меняется мы здесь тоже видим город постепенно начинает подступать видите вот там уже что-то находится но здесь это все еще довольно дикая среда а вот тут уже в барочном Риме в барочном Риме уже все это погружается в определенный контекст и совершенно уже видите обживается каким-то образом здесь мы постепенно видим как одна и та же руина она становится все-таки частью уже городского пространства появляются мощения вот эти дебри все разобраны более или менее какая-то минимальная реставрация и город подступает уже вплотную вот видите здесь же вот такие прекрасные опять происходит синтез этих двух подходов когда есть и аналитические листы которые именно архитектурно профессионально все показывают и вид который суммирует это все и показывает как это выглядит в природе вот здесь это начало 18 века когда видите архитектурные памятники внезапно по крайней мере на территории гравюр начинают двигаться перемещаться и образовывать вот такие капричи отрываясь от своего конкретного местоположения и собираясь вот в такие странные композиции это для 18 века очень характерно ну вот это знаменитые самый главный мастер римской ведуты пиранези вот который вот таким образом это все показывает вот это то как античные памятники воспринимались что-то через изображение какие разные стадии это все это все проходило собственно что же сейчас сейчас если мы опять вот сюда переключимся посмотрим что что у нас здесь происходит вот как раз перед нами марсово поле если мы посмотрим увидим что вот вот это совершенно очевидная сетка скажем застройки 19 века уже такая более или менее рациональная как как и вот в этих местах да и тут же мы увидим самую-самую тесную хаотическую средневековую часть просто потому каким образом стоят дома и как эти улицы организованы да вот видите здесь марсово поле и кусочек тростевери здесь вот собственно это и есть тот рим каким город был на протяжении более-более тысячелетий все остальное это уже собственно говоря дальнейшее быстрое развитие ну вот ну надо сказать что ну вот сейчас даже трудно себе представить что колизей оказывался на опасной периферии куда можно было скорее экспедиции снаряжать чем просто выйти и порисовать например не говоря уже о каких-то вот таких вот местах ближе к городским стенам если говорить про какое-то современное вторжение в город вот к сожалению есть и очень тяжелые примеры причем и хорошие и плохие вот скажем вот это место видите которое где скажем одна из излучин Тибра где находился порт в оборочное время порта Репетта и здесь же находятся грандиозные руины мавзолея Августа и вот эта часть она вообще показывает сразу несколько интервенций которые в 20 веке происходили скажем вот вот эти дома и вся вот эта площадь вокруг это 30-е годы это это Муссолини в общем собственно говоря они довольно узнаваемы сочетанием подчеркнутым травертина и кирпича здесь все это очень аккуратно и тщательно сделано с максимальным уважением к контексту к тому что здесь происходит тогда же руина собственно самого мавзолея была расчищена потому что в 19 веке она использовалась как некий кафе шантан здесь вот был купол там там была сцена и так далее но потом это расчистили но здесь же к сожалению произошла одна из самых болезненных катастрофических вещей которые с Римом случились за последние лет 20 когда вот в этом месте экспонируется знаменитый алтарь мира лучшее скульптурное произведение августовского времени он был найден и его подлинное местонахождение оно метрах в трехстах но для того чтобы уэкспонировать его в 20-е годы перенесли сюда здесь стоял достаточно безобидный павильон но потом в рамках того что ну надо же что-то делать и с той самой фразеологией которая у нас оправдывает например строительство сначала охта а потом лахта центра что мы не можем делать из города музей давайте не замыкаться давайте значит новое что-то туда вносить здесь ну в общем один из довольно крупных архитекторов построил вот такое сооружение понимаете вот я мне не стыдно в общем поскольку репутация у меня в этом в отношении современной архитектуры подмочена давно и основательно это катастрофа и это совершенно безобразно здесь выглядит этого просто здесь делать нельзя вот при этом что самое интересное вот очень важный есть момент вот как обычно всегда в таких случаях оправдывают вот такое вмешательство да тем что ну ведь здесь же много разных разных городов здесь так сказать ведь насильственно античное сменялось средневековым потом ренессансным потом вот такие грубые были значит ломали что-то и так сказать и так далее и так далее и здесь сейчас тоже и вот пройдет 200 лет и это впишется в окружение и так далее и так далее при этом забывается вот очень очень важный момент что есть эпохи в которые строится дрянь в Риме такие эпохи тоже были причем это системно это не потому что люди плохие да но потому что так обстоятельства сложились скажем ни одного пристойного здания которое хоть что-то бы из себя представляло скажем от периода с 5 по 7 век времени осталось да значит вот там если может быть кто-то колонну трояна себе хорошо представляет зрительно ну в Риме все-таки я надеюсь значительной части аудитории бывало там постамент покрытый прекрасными рельефами и со стороны двери там вот так вот сквозь сквозь все рельефы грубо вот так вот прорезаны две вот такие борозды что это такое это остатки кровли потому что к постаменту колонны трояна был представлен сарайчик в 6 веке для того чтобы его скатная кровля нормально держалась и там не протекала сквозь мрамор этого рельефа было прорезано пазы туда заходили стропила и этот сарайчик представлял из себя церковь каково было ее посвящение сейчас уже в общем никто не знает а колонна поскольку она обитаемая и в общем помимо своей патетически имперской функции она же еще и была смотровой площадкой открытой для публики да и там так сказать на абак можно было подниматься и на рим смотреть с высоты и собственно в структуре форума она для этого и была предназначена поэтому там колонна использовалась как колокольня при при вот этом сарайчике понимаете то есть вот эта фантастическая несоразмерность того что люди делают прошло 400-500 лет примерно от одной стройки до другой да или даже меньше вот здесь поэтому иногда иногда нужно какие-то какие-то места не то чтобы оставить в покое а сделать так чтобы доблесть архитектора была в том чтобы его работа в каких-то случаях была максимально незаметна ведь рим он очень активно там ведется огромная работа потому что это же живой город там прокладываются новые улицы скажем там курсу Виктории Эммануила была удивительным образом прослежена эта трасса для того чтобы на нее выходили сквозь всю эту плотную ткань выходили архитектурные памятники основные и сейчас я даже это покажу вот вот видите вот эту вот эту улицу вот ее не было но она оказалась проложена так что никаких практически значительных зданий не пострадало и многие крупные памятники просто на нее выходят да вот это или как были набережные Тибра сделаны которые много ругали да и вообще вообще так сказать вот здесь колоссальная работа и в конце 19 века и в начале 20 она проводилась и это конечно образец того что происходит даже сейчас масса работы и ее практически не видно то есть город живет город работает и в то же время он он сохраняется это это очень здорово я не знаю как это применить у нас потому что ну как правило вот у такого города как Петербург у которого есть единые вот эти вот приемы когда он в единый практически единый строительный период развивался да вот с первой половины 18 века и по начало 20 например то там он поэтому гораздо менее терпим ко всякого рода болезненным вмешательством потому что он очень цельный вот я не знаю это все конечно очень сумбурно получилось но вдруг вот эта каша которую я тут перед вами вывалил она послужит тому чтобы вопросы какие-то может быть мы бы пообсуждали сейчас я единственное последнее что я хочу сказать это то что нам повезло находиться в самом римском здании из всего что построено в Петербурге потому что новая Голландия в том виде в котором она получилась и это конечно произведение Вален де Ла Мотта и это первое произведение классицизма наверное но одно из первых вообще в городе и то что это все-таки утилитарное сооружение что это склад леса для адмиралтейства и поэтому оно не было оштукатурено и вот этот вот масштаб огромной кирпичной аркады куда вставлен вставлены деревянные заполнения уже человеческого масштаба разбивающие его на три этажа и то каким образом вот эти стены здесь присутствуют грубые как это здание несколько изолированное и странное да и впервые сейчас так сказать ставшее обитаемым по сути открытым для города это история наверное самая римская из того что в Петербурге происходит и то что происходит с Новой Голландией и особенно поразительное мужество владельцев и организаторов которые что угодно делают но не трогают самого здания это так здорово и может быть это какую-то надежду нам всем внушает ну вот это было предпоследнее что я хотел сказать а еще я сейчас такое напоследок сделаю лирическое отступление и расскажу о том как я первый же день когда я попал в Рим вот о чем я вначале уже сказал как я впервые увидел античный памятник город город ведь об этом очень хорошо еще до войны замечательный наш искусствовед Аркин написал что Рим он открывается постепенно и в него как-то ныряешь потому что первое что на поверхности обнаруживаешь это барочный папский Рим с грандиозными ансамблями с церквями с вот этими травертиновыми фасадами и так далее потом постепенно начинаешь видеть сквозь это Рим ренессансный которого на самом деле немного и он достаточно скромный потом средневековый и потом уже только доныриваешь до античности вот я что вам хочу показать значит вот здесь есть вот рядом с пантеоном такая площадь которая называется Пьяцца Ди Пьета вот она да и здесь вот просто по городу идя я вдруг глядя на все эти фантастической красоты какие-то какие-то формы классические разного цвета разной степени древности вдруг вышел и увидел колоннаду которая меня поразила она была встроена в стену она и сейчас собственно встроена в стену вот ее видно да и это было очень странное впечатление потому что при том что так сказать и так достаточно в общем старые дома там находились я вдруг увидел тот же самый монументальный Каринский ордер но вдруг я увидел что на нем есть следы геологического выветривания понимаете то есть это оказалось вдруг фразы более древним и более настоящим чем все что это окружало да это конечно мне трудно донести до вас свои ощущения которые тогда были единственное что я наверное могу попробовать сделать ну вот пожалуй вот так поскольку я человек рисующий но когда-то мне нужно было выразить вот это свое ощущение вот здесь здесь видите Рима много здесь он и современный в виде людей и ренессансный и 18 века и вот это вот боковая колоннада храма божественного Адриана которая сквозь все это прорастает она показывает вот эту античную основу и для меня наверное более явственного места где дух дух Рима проявлялся наверное не существует спасибо большое я прошу извинения за то что это так сумбурно все было но вдруг у вас из-за этого сумбура больше вопросов каких-то возникнет и с удовольствием я бы перешел к этой части спасибо вы знаете вот вообще от античной архитектуры авторов не так нам много известно вот конкретно про колизей пожалуй что нет при том что колизей вообще удивительное сооружение потому что я вот не могу себе представить и понять как же можно было это сделать потому что он от начала вот принятия решения о строительстве вот этого амфитеатра до первых игр ну прошло меньше пяти лет это совершенно невообразимо то есть здесь дело даже не в деньгах а в том каким образом физически это сколько сколько так сказать сотен тонн материала каждый день нужно было подвозить как это все логически организовать устроить и так далее то есть это ну фантастический пример скорее даже не архитектурный хотя архитектурный тоже но и проект организации строительства и вообще управленческий ну чем римляне собственно и славились от этого времени в общем некоторые архитектурные имена остались скажем у флавиев у домициана например был архитектор рабирий который строил ему на полотене что-то но привязать его к колизею пожалуй невозможно к сожалению не знаю спасибо еще какие-нибудь вопросы размышления пожалуйста здравствуйте спасибо большое за лекцию как все мы знаем по сравнению с Римом Санкт-Петербург по возрасту является молодым мальчиком хотелось бы задать вопрос как вы думаете через сколько лет у петербуржцев или архитекторов города возникнет осознание такой проблемы что город нужно практически полностью перестраивать по аналогии с Римом так но смотрите у меня такое ощущение что среди архитекторов есть понимание что город надо полностью перестраивать но они к сожалению не осознают это как проблему вот я бы так вывернулся да на самом деле ну вот давайте на минутку представим что отсюда вот скажем цивилизация каким-то образом ушла или государство ослабело что мы здесь увидим да мы увидим здесь большое количество руин то есть для того чтобы с Петербургом произошло нечто такое что произошло с Римом ну вот вот у меня есть такая фраза знаете когда меня студенты там совсем маленькие спрашивают а вот когда одна цивилизация кончилась это когда то что от нее осталось в музей отнесли я говорю нет это когда для того чтобы пришло само понятие музея является несуществующим в музей это потом уже несут через что-то да потому что ну ну вот все специалисты понимают что Исаакиевскому собору без ежедневного человеческого ухода больше 100 лет не выстоит просто он рухнет понимаете да ну вот вот если получится так что в городе какой-то катаклизм произойдет такой что ну по сути там так сказать не останется население лет 200 или 300 это все будет разрушаться да останутся какие-то величественные руины где-то там кирпичные какие-то свалки и так далее и потом постепенно жизнь начнет возрождаться ну тогда наверное да тогда примерно как в 15-16 веке в Риме наверное архитекторы будут смотреть как-то восхищаться а руины вообще довольно величественно смотрятся если здание хорошее было да вот руины биржи например представьте себе не приведи господи да еще что-нибудь да ну и тогда может быть у кого-то вот что-то такое возникнет что нужно этому подражать или как-то в диалоге с этим что-то делать а сейчас ну-ка то что у тебя под боком же не ценишь ну вот потому что ведь что в архитектуре еще очень важно важно что можно формально соблюсти все требования формально саму охраняемую структуру оставить а выглядеть это будет как бешеное глумливое издевательство вот лучший пример это то что сделали при строительстве Мариинской второй сцены Мариинского театра с остатками Литовского замка помните да это когда вот такой кусочек фасада ну это примерно как если бы с точки зрения какого-нибудь гринписовца кто-то бы его пошел повел в каминный зал и сказал вот же твой олень смотрите вот голова и глазки блестят как настоящий над камином у меня тут висит вот примерно вот такое отношение к памятникам архитектуры как к охотничьим трофеям которые нужно набить соломой и повесить на стену да вот вот это ужасно потому что ну Монблан здание прекрасный дом да его владельцы разумно говорят мы же ничего не сломали там для того чтобы его построить а вокруг все испорчено именно из-за того что вот этот нелепый силуэт туда воткнулся ну такие вещи такие вещи бывают и архитектура вообще занятие тяжелое в том смысле что оно оно всегда бесчеловечное по отношению к предшественникам по самой сути этой профессии да самое главное здесь это что общество считает ценностью вот пока оно считает что это ценностью это живет дальше дальше с этим что угодно может происходить у нас сейчас я боюсь большой очень кризис в этом отношении вот когда помните Володя клаузу радиоген когда была я так сказать там молодым архитектором задал вот если бы не борода я бы и себя к молодым архитекторам относил но уже нельзя вот задал задал задачу вот выберите какое-нибудь место и поставьте в городе Петербурге что-нибудь такое ну чтобы с вашей точки зрения не подражая буквально тому что там рядом ну какое-то уважение выражал бы к окружению случилась полная катастрофа там участвовал человек 12 ну в общем такое было нарисовано да которое было понятно что просто чувство ценности то есть как бы получается смотрите что получается что как обыватель архитектор может вполне значит оценить вот какой-то район он например может быть будет покупать себе квартиру и сегодня денег будет достаточно в каком-то месте где сохранится вот эта ткань городская и ничего в глаза лезть не будет как только он становится архитектором он понимает что его учат на неком ритуальном признании ценности старой архитектуры а практика должна это отрицать принципиально и вот вот в этой вилке мы мы существуем не знаю что из этого выйдет извините я уже спасибо нет по-моему это был как раз ответ на вопрос есть ли еще вопросы соображения пожалуйста тогда интересно ваше другое мнение как альтернатива манблана какой дом из современной архитектуры вы бы поставили пример как свое личное мнение слушайте а с удовольствием значит я я вот знаете здорово когда что-то можно похвалить это так хорошо вот есть ну вот пример хороший по-моему такой на малом проспекте Васильевского острова там мастерская земцового Кандиайна сделала и по-моему это где-то в районе третьей четвертой линии сейчас чуть-чуть меня трудно точнее сказать да да но он прекрасно вписался и в общем совершенно ничего вокруг себя не портит держит вот это уличное ощущение и совершенно в хорошем смысле слова незаметен не потому что он там как-то специально прячется а потому что он выглядит естественно в этом ряду не подражая буквально ничему другой совершенно неожиданный пример это один из домов который на Стараневском Герасимов построил там один мне совсем не нравится а один очень хорошо вписался потому что он довольно тонко там сыграл вот в такое предсталинское ордеко чуть-чуть по значит размерности и чему-то другому при том что тоже ну какой-то стилизации там буквально нет и это неплохо потому что самое главное же вот ну когда это делаешь наверное тут как раньше было у врачей не навреди я не знаю какой у них сейчас девиз основной вот но действительно если есть ценность и ты туда вторгаешься ну нужно как с уважением к этому отнестись и попробовать сделать так чтобы то что ты сделал не разрушало и не портило вокруг себя ну вот вот самый свежий пример это вот на малом проспекте действительно тоже земцов сделал замечательно помыть ну еще есть есть конечно такие примеры макси может быть если возможно чуть-чуть продолжить мысль или ваше свое мнение вы могли бы сказать о все-таки муссолениевской архитектуре в Риме да потому что она так скользь у вас появилась но все-таки с точки зрения духа места вот ваши просто такие ощущения как архитектора я бы сказал что в общем она скорее хорошая чем плохая потому что здесь же еще есть отдельная тема когда вот эта безжалостная война с традиционной архитектурой с традиционным искусством в 20 веке происходила то любую так сказать традиционную или классическую архитектуру или подобную принято было шельмовать с помощью определенного набора приемов одним из важных являлось то что в 20 веке вся классическая архитектура оказывалась замазана связью с тоталитарными режимами все наверное слышали этот аргумент да вот ну конечно тут же немецкая вспоминается там Шпеер остальные Муссолини Сталин и так далее хорошо замечательно на первый взгляд это такое действительно серьезная история которая разбивается в общем двумя обстоятельствами очень просто архитектор Каллигула был нехороший человек я сильно подозреваю что фараон Хеопс тоже может быть был не очень хороший человек и режим так сказать который при нем был в Египте устроен это специалисты лучше знают но вряд ли нам бы он понравился ну не говоря уже про такие людоедские вещи как скажем некоторые государства Центральной Америки да это же это же не мешает тому что то что построено это хорошие серьезные вещи да так бывает но я сейчас даже это не беру на самом деле под вот этим аргументом о связи тоталитарных режимов и классики в 20 веке это просто ложь тут два очень простых аргумента первый если мы все-таки наверное ну мы не находим сейчас в телевизоре поэтому мы не будем с вами говорить что Соединенные Штаты в период с 900 по 50 год это тоталитарное государство ну всякое нет наверное да и я думаю что 90 процентов всех государственных и муниципальных зданий которые строились на федеральные бюджеты штатов в Соединенных Штатах они все были классические даже до унылости классическими я бы сказал с большим количеством портиков ионических колонн и всего остального это тоже тоже и во Франции это это один аргумент а второй что одно из самых известных произведений итальянской архитектуры вот этой анти муссолиниевской как бы антиклассической направленности находится в городе Кому и называется Каза де Фачисти то есть это собственно грубо говоря такой райком партии на наши деньги да значит вот фашистской партии и это чистый очень красивый Володя меня поправит ну это так сказать функционализм наверное да как как этот стиль назвать но он как раз антиклассический то есть вот такой связи нет а если смотреть по тому как при муссолини эта архитектура вторгалась в ткань города ну много говорится о том что вот это веда эфории империали которую дуча для парадов значит использовал и так далее которая идет от пьяцы Венеции к коллизии ну на самом деле сейчас ее потихонечку уберут и сейчас в общем будет сделано то что его архитекторы и хотели это огромная просто археологическая зона где будут расчищены полностью так сказать вся система римских форумов это постепенно каждый год там все больше и больше освобождается этой территории да и то что вот так волей диктатора определенная часть застройки оттуда была убрана средневековой ну в итоге привело к тому что мы античное видим лучше вот то что касается так сказать ну вот таких вставок которые там в центральной части города есть я ни одной из них не знаю которая бы разрушала как-то или портила вокруг себя кроме одного очень большого и очень-очень плохого исключения это Виа-Дель-Кончеляционная это такая парадная пафосная очень помпезная прямая улица которая ведет к площади Святого Петра вот я даже не знаю может и показать и это это очень большая ошибка вот вот я о чем о чем я говорю смотрите вот это собор Святого Петра который в 150 лет строился и поэтому тут было последовательное сначала возникновение а потом разрешение градостроительных проблем в частности когда все-таки базиликальная форма возобладала оказалось что очень нехорошо купол и весь силуэт собора срезается большим вот этим фасадом грандиозным да и гениальный Бернини придумал вот эту вот сложной формы площадь овальную вот здесь да и трапециевидную в эту сторону которая выравнивала этот эффект но вход на эту площадь образовывался из таких непрямых улиц потому что для барочного города было чрезвычайно характерно вот это вот ведь смотрите здесь вот связь с Петербургом какая да мы понимаем что колоннады Казанского собора по прямому указанию Павла Первого так сказать они опирались на римский вот этот прецедент но это совершенно противоположные вещи потому что если мы вот здесь смотрим и понимаем что это тесный барочный город в котором извините я руками буду показывать собор вот так вот для себя расчищает пространство и вот эти вот эти руки как бы раздвигают чтобы место свободное оказалось в то время как в нашем Казанском соборе избыток избыток наоборот неорганизованного вот этого пустого пространства по которому дует как мы все знаем да и там наоборот собор как-то его пытается наоборот собрать и эту площадь защитить от окружающей пустоты вот это вот такая принципиальная разница с использованием очень похожей формы но то что вот при Муссолини пробили вот такую вот туповатую такую форму видите вот марширующую такую совершенно в общем глухую к тому как на самом деле это было потому что здесь здесь на самом деле было до того две довольно узкие улицы которые позволяли что сделать был грандиозный эффект когда вот отсюда и как от всего города был виден купол а потом заходя вот в эти узкие улочки он терялся и в какой-то момент внезапно выходя из улицы оказываться на вот такой грандиозной площади это был задуманный и очень точный эффект который полностью сломан вот этой вот улице то есть сейчас для того чтобы пережить то что в общем тогда замыслилось лучше даже вот по этой боковой улице проходить это такой совет просто для тех кто там будет гулять да потому что после нее вот этот эффект грандиозной площади он такой как и было задумано и Печентине это сломал это пожалуй самая большая и даже наверное единственная такая неприятная ошибка крупная которая произошла при Муссолине но кстати за 50 лет 60 до того Виолей Ледюк ровно то же самое сделал с собором Нотр-Дам в Париже без всякого Муссолини без всякого фашизма когда просто ведь для готического собора это тем более важно когда сквозь все эти переулки продираешься и вдруг вертикально вверх смотришь на совершенно грандиозный вот этот фасад а когда перед ним расчистили такой плац оказалось что фасад немножко кривенький несимметричный чуть-чуть что-то не держит и так далее но это я сейчас про Нотр-Дам говорю вот то есть и здесь была повторена вот эта ошибка пожалуй вот на вопрос Владимира я пожалуй могу сказать что вот это единственное что я могу в вину им поставить в остальном это довольно деликатная работа и то что они делали при том что характер этой архитектуры очень узнаваемый она как раз не копирует рабски того что было до того никакого стиля там определенного она собственный стиль имеет да но при этом в той же логике и с уважением к окружению как правило строилась спасибо пожалуйста еще вопросы пожалуйста спасибо за лекцию Максим Болисович достаточно много античных можно назвать античных городах из которых жизнь в общем со временем совершенно ушла время она не только не ушла городу даже удалось поймать какое-то развитие вот по вашим ощущениям в чем этот секрет в чем этот движок Рима в чем эта идея ой слушайте как хорошо потому что это одна важная мысль про которую я забыл сказать вот уникальность Рима она в чем заключается в том что античность в нем живая и интегрирована в город потому что ну вот где еще есть города где такое большое количество античных памятников давайте я сейчас безжалостную довольно вещь скажу вот Афины там у нас и Акрополь и храм Зевса Олимпийского и Агара и библиотека Адриана и все остальное так сказать масса масса памятников но Афины по своей структуре это город не европейский Афины это это такой его можно можно очень хорошо сравнить например со столицей Иордании и они ничем не будут отличаться потому что в столице Иордании город Амман в девичестве Филадельфия да там тоже есть прекрасные архитектурные памятники там великолепные сохранности Римский театр там великолепные сохранности Адеон есть руины храмов и так далее и все это существует как огороженная забором абсолютно отдельная от города археологическая зона куда покупаешь билет входишь и то что вокруг никакого отношения не имеет в Афинах ровно то же самое ну я просто европейский город имею ввиду там есть отдельная археология и отдельно город ну вообще катастрофический на самом деле да и все да Рим кстати что удивительно в Италии это это вообще не только в Риме просто ну Рим Рим понятно он большой так сказать там все главное но в каких-то небольших городах и на Сицилии где-то и в Асизе в Асизе например откуда Франциско-Ассийский где великолепный храм времен Августа стоит интегрированный в городскую площадь главную то есть там вот это вот какое-то ощущение что это живое наследие твое и сквозь него город прорастает и это все части которые не нужно так сказать огораживать забором и продавать туда билеты хотя так иногда делают да но я имею ввиду в символическом смысле что эта часть одной из той же ткани и там есть преемственность вот это вот очень важно то есть что Рим отличает что там сквозь все вот эти вот пертурбации там есть преемственность и видно что люди ну следовали какой-то все-таки общей логике и старались брать от предшественников что-то к себе и показывать и это все получилась интегрированная вещь это то что за пределами вот некоторых городов Средиземноморья я просто не вижу больше такого ну в Испании еще это есть в Сеговии например где Акведук да но тоже далеко не везде во Франции в меньшей степени а в каких-то других местах пожалуй нет вот вот в этом разница так еще вопросы размышления комментарии кажется больше мыслей которыми хотели бы поделиться присутствующей не осталось спасибо вам большое следующее спасибо 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 спасибо